О чем это я? А у нас дота. У нас дота очередная. Гамбит против чилок. Следующее. Начну с себя. Лично я считаю, что гамбит суперявный фаворит. Это легчайший 2-0. И никаких шансов у чилокс нет. Парируйте. Или забивайте со мной. Продолжай. Чилокс это ярко выраженные ребята, которые играют 4 плюс 1. Их можно очень мощно в этом плане давить. Они играют на Лилтлеба. У него супер поздние персонажи в лице Медузы. Он может кидать свою команду на протяжении минут 20. И пытаться в соло вытаскивать на этих персонажах. Если не получается, они не выигрывают. Если получается ему темпануть на таких героях. То он приходит вытаскивать. Помогает своему коллективу. Гамбита с этим, я думаю, будет легко справляться. Они его в плане макроигры съедят. Будут ловить, гангать. Ну или команду просто пятером уничтожат. Его очень быстро прижмут к базе. Мне кажется, просто гамбит. Ну да, таким плейстайлом их очень тяжело будет удивить. И в целом у них все гораздо лучше. Они провели суперуверенную групповую стадию. Я буду сильно удивлен, если они ступят. Или если они испытают проблемы. Или же нет. Меня другое вообще интересует. Как быстро ты отгадал, что ты датаскоп? Долго. Дольше всех я отгадывал. Ты последний, да, остался? Да. Там какие-то рофлы, которые я не выкупил. Но я их не нашел настолько смешным. И я, видимо, был недостаточно. Я почему-то подумал про свое что-то в последнюю очередь. У меня был в голове сначала, знаешь что, Винстрик Бейт. Потом у меня был в голове какой-нибудь там гайд на Брюмастера. Потом там типа Кэрри Дредд. И прочее. Но потом, когда ты сказал, что это не мем, у меня все эти варианты... Я понял, что все это мем. Да. А ты его оползи. Ну, по второй. Я шел маленькими шестерами. Не, на самом деле, Серега мог гораздо быстрее, но он так типа... Я на месте топтался. Да, топтался на месте. Но как только он начал двигаться, он очень быстро... Митяй тоже вообще просто не туда ушел. Но как только он понял, что он мистическое существо сказочное, он быстро догадался. А большой африканский... Большой африканский ёж. Маленький, мне мало. Он же там карликовый, да? Карликовый. Не, он карликовый сказал, но он сам большой африканский ёж теперь у нас. Получается, он у нас второй бафик? Не, он бах. 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 А, типа хэджкок? Биг африкан хэджкок. Хэджи хок. Хэджкок. Ну, просто хэджи хок как-то не звучит. Вот хэджкок. Это же из этого, да? Хэджкок. Кого? А, нет, это хэджкок. У тебя проблемы с этими, со всеми. Ну, типа, знаешь... С Агатой Кристи. С Вин Дизелем. С Розенбаумом у меня что-то вообще есть даже. С хэджкоком. У тебя... Усы на пальце растут. Полосатые. Ну а что я могу поделать? Какой-то микс Розенбаума и Файкера в одном. Мощный. Да, жестко. Ой. А чего у вас сегодня еще было интересного? У меня на первом матче не было вообще. Я нашел очень крутую игру. Какую? Волейбол? Волейбол. И она дарит мне нереальные эмоции. Я сначала думал, что это полная фигня, потому что играл против Китая, которые играют очень слабо. Но потом я начал играть с сильными сборными. И как же у меня горело в момент гидры против ВП. Я думал, что я разобью этот телевизор, если честно. Прям припекало знатно. А значит, игра хорошая, если она умеет, так сказать... Припечь. Припечь, да. Вообще, я здесь нахожусь где-то с 12 часов или даже с 12 часа дня. И все это время я рублюсь во всякие симуляторы футбола. Кстати, я нашел минусы нашей замечательной Сеги. Из-за того, что там сборник. И, видимо, она не совсем рассчитана... Ну, там не хватает, короче, памяти на всякие там большие чемпионаты. Вот в этих вот фифах у нее забивается оперативка после первого матча. Хочешь мои железные нервы услышать? Ну, я думаю, в «Мафию» игру знаешь прекрасно. Так. Там в первой, по-моему, «Мафии»... Ну, ты играл вообще? А, в «Мафию» ты имеешь в виду «Никтар»? Не в эту игру, да. На прохождение ты играешь уже. Первая «Мафия» топаешь. Да, вот. И там какая-то одна из миссий, короче, кольцевые гонки. Так это же интересная тема, да? Да, вот. Соответственно, пока мне не сказали, что там можно ехать там третьим, четвертым, я пытался на первом кругу всегда первым встать и типа гонять. А там типа на каждом кругу одна машина уходит. Типа в аварию влезается перед тобой. Ну, там их там, по-моему, три или четыре машины. В общем, сходятся с этот раз. И ты, если даже четвертым ездишь, ты все равно первым приедешь, если ни в чем не врежешься. А я постоянно, постоянно пытался первым встать, и то перевернулся, то еще что. В общем, за раз, за раз 71 попытка была. Тебе Димана хочет. Как хочешь. Мне без разницы. Произошел диалог. В общем, 71-го раза я это сделал. Подряд прям. Это на стримхате? Вопрос. 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 В оригинальный или... В ремастер. В ремастер. В ремастер. Просто ремастер, он еще немножко переделан, а в оригинальной части, в первых версиях, специально была срезка. На полтрассы. А, нет. В ремастер. Там прям едешь в оригинале, и там такая типа срезка. Прямо она, ну, видна хорошо. И в первых версиях можно было через нее проехать. Потом, видимо, я решил, что это... По траве можно проехать. Нет, нет, нет. Там прям проложено. Знаешь, вот как сделано в кольцевых гонках? Там разные конфигурации. И вот это была короткая конфигурация. И ты мог по короткой без палево проехать. Но потом это убрали. Она как бы очень сильно поджигала, и поэтому в ремастере сделали ее тоже очень сильно поджигающей. Я смотрел всех вообще знакомых, там, стримеров, которые играли. Но больше всего, наверное, я угорел, конечно же, с Папича, который никак не мог. Ему говорили, что надо в поворот заходить с внешней стороны. Ну, по большому радиусу. Да, по большому радиусу и прижиматься к внутренней части только уже в так называемом Апексе. Но он, как и я в детстве, заходил с самой вот этой, с внутренней стороны. И врезался в дальнюю стенку. И пытался прижаться, врезался в дальнюю стенку. Но самое удивительное, что он все равно каким-то образом, ну, тоже там попыток дофига было. Законы гонок, законы картинга. У меня, кстати, по поводу первой мафии тоже свои, так скажем, ощущения есть. У меня лучший друг, мы когда совсем там лет по 13-14 там было, мы там часто ходили там в гости и так далее. У него был руль. То есть тогда, ну, это прямо жестко достать. С педалями. С педалями. Я приходил к нему там в 9-10 утра, он там прогуливал там учебу или что-то еще, и я вместе с ним. Я просто захожу, он уже там за чашечкой кофе, он уже едет. А он эту мафию прошел вдоль поперек, ну, раз 10 точно. Он знал, в какой определенный момент выйдет какой NPC, то как он будет одет, и что-то он мне рассказывает. Говорит, смотри, сейчас здесь эти повороты то-то-то будет. И он просто любил в этой мафии просто брать и ездить. То есть он слушал музыку, говорит, радио ретро и так далее. Просто болтел целыми днями. И просто, я как не захожу. Мамкин мафии. Садись, садись, да. Типа, ну что, а здесь вот это, да я здесь. А он, у меня тоже был друг, который купил себе руль, потому что пока мы учились в школе, он пошел работать, там, я еще чуть ли не в шестом классе был. Вот, и он на первые деньги купил себе руль. Он любил очень, когда дает задний ход в игре, делать вот так. Я вообще представил, а там мамка стоит. И все. Не, ну блин, ну как-то, я не знаю почему, раньше от игры получал гораздо больше эмоций. Не знаю. Это прям, ну это реально жесткий олдскул, ты когда так делаешь. Когда вот так люди перестали так делать, но вот нынешний поколение так не делает, потому что парктроники появились. Не, я, кстати, всегда по зеркалам, но если я прям вообще не вижу, я вот так. А так, да, это просто. У меня, извините, на машине 2010 года парктроника нет. А у меня она стоит под эстакадой, поэтому у меня заднее стекло не просвечивается, не пропускает свет. У тебя есть парктроник там? Ну, пока еще, он пока еще работает. Кажется, он тоже покрылся там уже всем, чем только можно. Короче, минутки офф-топа. Не, первая «Мафия», конечно, класс, вообще огонь. В ремастере вообще с новой графой вот этой. Она на момент, когда вышла, тогда же был культ GTA. Я еще, в принципе, первый раз сыграл «Мафию», и сразу в ремастере мне сказали, поиграй в старую. Ну, типа, посмотри графику старую, я там понял, что там вот это все в квадратные пиксели. Хорошо, что я застал эту. На момент, когда она вышла, она была с очень неплохой графикой, и довольно-таки она была реалистичнее, чем GTA, которая вышла чуть раньше. То есть вот этот вот момент, что там за превышение скорости тебя штрафовали. То, что там у машины нормально работали поворотники, чего в GTA тогда еще не особо было сделано. Да и в целом она была по... Ну, у нее был свой шарм какой-то, скажем так. Вы помните, как первый GTA вообще выглядел? Типа, вот вид сверху, вот эти вот маленькие... Да, и второй GTA. Понимаешь, в «Мафии» я в какой-то момент подумал, а вот насколько игра вообще реалистична. Я пошел, и я, короче, начал кататься на трамваях и на вот этих вот поездах, ну, чтобы понять вообще, вот это можно, да, и это там можно делать. И на тот момент казалось, что это, ну... Вау, ничего себе, как в жизни вот я еду. Открытый мир без запретов, да? Ну, типа такого, да. Там уже надземные вот этого метрового... Надземные там, да, там надземные линии поездов, типа монорельсы что-то, что-то такое. Ну, классно, я что-то на самом деле даже захотел бы еще раз сейчас с нее сесть пройти. Ну, не знаю, я говорю, да, вот по поводу, как ты ощущаешь игры тогда и сейчас, то есть, ну, типа, по мне раньше вот тоже мы в Resident Evil 3, где Nemesis, главный, там, босс был, условно, первый в доме, где они, в особняке, тоже топчик. Пики. Да, у нас пики, у нас пики пошли, и это Gambit eSports, как бы один из двух составов организации Gambit. Monaco Gambit опять преследует неудачи, но вот Gambit eSports вышли с первого места суперуверенно. Им досталась самая такая проходная команда. Chilox попали в плей-офф верхнюю сетку, но там как бы не сказать, что они впечатлили своей игрой, скорее просто вот в их группе уже они были лучшими из тех, что осталось. Я ожидаю супер жесткой игры от Gambit и Разгрома, но посмотрим. Возможно, я переоцениваю их, и Chilox сейчас мне заявят. Вот у Gambit, кстати, вот мы видели сегодня уже много холст-найтов, да, и вот Gambit это лучшая команда именно по исполнению этого персонажа. Они с ним знают прям как идеально отыгрывать. Потому что у них Керрик-найт. Да, Смайлинг-найт, Chilox-найт. Кстати, они для Afterlife в одной игре в группу выбрали цикл-оффлейн, тоже вообще хорошо зашел. Вася тут периодически дает жару, он в принципе неплохо, он себя показывает в плане макро-игры, да, там занимание позиционочку, хорошо занимает. Но вот периодически его подводят старые руки. Старые руки. А сколько у Василия там, 25 где-то? Да он такой же, тоже он приближается ко мне, к НСу. Ну смотри, просто чтобы понимать. Ну, я думаю, что он, вряд ли он приближается к вам по возрасту, насколько я знаю. Ну, он ветеран уже сцены. Ну да, он, чтобы ты понимал, вот когда был шанхайский мажор, ну, когда, типа, Спирит был с Габлаком Бегил. Да, он был с Рамзесом Габлаком в составе. Это 16-й год. И он тогда был вот молодой, да, но сейчас уже прошло 6 лет. Ну, учитывая то, что они с Рамзесом, сколько у них там, год или два разница? Рамзес сейчас сколько, 22? Ну, короче говоря, он уже не сверх вот этот вот супермолодой Тащер из серии 15-18 лет, которые вот самые длютые. Вот если вспомнить, самые жесткие открытия в Доте, это кто? Это Сумаил. Сумаил, 15 лет. Это Ана. Ему 18, по-моему, было. Миракл. Меньше, по-моему. Да, Миракл в этом же районе, но Миракл скорее он... Ну, тоже, да. Дэнди. Сколько он там уже раскрыл? Нет, слушай, когда Дэнди играл в Доту... Дэнди раскрылся тоже в 15 лет. Да, с Габлаком он тогда. Он серьезный турнир начал брать уже. Ну, локальный, наши локальные, но они крупные считались на тот момент. Потому что мы не могли там выехать, да, куда-то за границу и так далее. Тот же папарац, по-моему, тоже супер молодой был. Он с 15 лет тоже уже начал очень сильно. Суть в том, что когда Дэнди тащила во второй Доте, была эра раков, так называемая, когда еще было очень много людей, которые, ну, скажем так, у них голова работает, но руками они даже близко. Сейчас... Я могу про первую сказать, да, он же с первой Дотой еще Даня играет, и в первой Доте он уже суперзвездой был. А в первой Доте там не была как бы эра раков, там была прям эра максимального скилла. Я-то видел точно. Просто он, чем Дэнди взял во второй Доте, очень сильно вот бустанулся тем, что в отличие от многих других, ему эта игра суперсильно понравилась, он стал ее фанатом. Ну, куча факторов, да, но при этом, вот стоит признать, какая бы ни была тогда сильная у него команда Na'Vi, которая уничтожала все и вся, он вот реально был период, когда полгода я смотрел, как он приходит на МИД, и против него не выиграл МИД никто, он реально выиграл, он не просто не проигрывал, а он выносил всех на МИДе. Я же играю во вторую Доту с ним практически с нулевой. Ну, сколько там? Ну, после первой Интака МИД разамес произошел. Да, ну, это полтора месяца прошло после того, как всем ключи там плюс-минус раздали, все начали тренироваться, вот, и с этого момента я с ним, ну, я как бы считаю, с 0,5, я с ним играю, с 0,7, с единички. Так, ну, а тут у нас драфты продолжаются, и гамбиты забирают себе клока Мирану, такая крепкая пара суппортов, чайка плюс вот этот вот танк, причем клок для Медузы как раз, по-моему, то, что нужно, побегает там, что-то поспейсит, поможет поформить. Есть Сенкинг плюс Мирану такая довольно-таки интересная связка на линии, подкоп, стрела, там какой-нибудь песок, но против них дровка, и сдается мне Сенкингу не очень хорошо против дровки стоять. Сенкинг Мирану против дровки пугны? И тут уже непонятно, у тебя на центр идет... Тинни мидл, да? Тинни, да, тройка арбуз, единица дровка, пятерка. Но опять Медуза, которая убивает все, разве что дровка, в отличие от какой-нибудь темпларки, все-таки поинтереснее смотрится, потому что у нее есть этот мультишот, у нее есть модификатор хороший. Опять же, она тут мало кого бафает, нормально. Дровка, да, вот это, кстати, проблема, под дровку все-таки стараются брать героев, которые получают баф. Там, типа, был пик недавно, вроде дровка, там что-то ДК, а потом, когда ДК нажал форму, оказалось, что у них 5 рейнджей, и они наваливают очень крепко. Да, но здесь пока мне гамбит нравится. Все-таки Медуза против физуронщиков. И сейчас еще ласт пик для... Для гамбит. Для гамбит, да, на центр. А, кстати говоря, это же может быть Сенкинг-центр, это же нельзя забывать про Мелажула и его Сенкинг-центр. Да, изи вообще. Ну, я бы не ставил. Хороший лайн Сенкинг-мирана. Хотя против дровки, опять же. Может быть, Мелажул прям затащит. У нас вот есть два человека, ну, во всяком случае, мне кажется, что их два, может быть, их чуть больше. Это Мелажул и Малрин с такими неординарными героями на мид. Но у Малрина это только неординарные герои. У него либо Тимбер, либо Хуск, либо Марс какой-нибудь. Айнкрат еще. Тоже любитель. Но у Мелажула, в отличие от Малрина и у Айнкрата, у них еще есть как бы пул стандартных персонажей. Да, это же очень важно. Потому что сейчас реально Гамбит могут так посмотреть, типа, ну его нафиг, этого мидового Сенкинга. Давайте его сдвинем на оффлейн. Там Афтерлайф покопает, песок нажмет, посидит. Ну, что бы не поставить его против Тини. Будет себя комфортно чувствовать. Ему никто ничего делать там не будет. Он выйдет очень быстро. Но они сейчас посмотрят на драфт соперников целиком и решат. Это всегда очень круто. А если бы у них не было такое, если бы у них Мелажул играл только на Сенкинге, им бы пришлось забирать. Ну нет, Сенкинга с Мираном надо ставить. Потому что они потом будут бегать, очень хорошо разваливать. Они их хорошо синергируют и дополняют друг друга в плане линии и потом убийств в движении. А Медуза с Клокверком? На мидал, не знаю. Ну, Эмбер Спирит какого-то опять просто добавляешь туда. Есть Эмбер, да? Да, Эмбер Спирит на мидал просто добавляешь и все. Удивительно. Против Тинни будет комфортно себя чувствовать. Это 100%. Дальше будет спейсить. Также хорошо смотреться, опять же, в паре с Сенкингом и Мираной. Клокверк будет неплохо прикрывать, если где-то его будет гангать. И очень мало дизейблов, как и на предыдущей карте. Да, да. Один нормальный дизейбл, который позволит с ним что-то делать на регулярной основе. Это Гаст, но дровка будет качать его поздно. Реведж — огромный кулдаун. А у Тинни, ну, ему очень непросто что-то сделать, потому что если он дает Эваланж... Я бы Эмбер Спирита брал бы. Да, слушай. А это что у нас получается? Это у нас получается... Тинни-пятерка с дровкой на лайн. Не, это Тинни-четверка с Тайдом. Это Тинни-пятерка, как ван скоро замечал. Это Тинни-пятерка с дровкой. Пугна. Нужно сплитить. Если придут два милишника стоять против Медузы Клокверка, Медуза будет стоять на полной фрифарме. Поэтому туда нужно поставить хоть какого-то рейджовика. В общем, Гамбит и здесь аутдрафт из-за того, что там какая-то вообще фигня. Это пятерка Тайд. А, ну пятерка Тайд. Мне, кстати, пятерка Тайд не нравится. Он может реально... Подогонимчик, забафать, гашу. Мне считать Тайт как суппорт роль импонирует очень сильно. Но все равно, там у Гамбит максимальный баланс. Максимальный баланс. Проблемы у всех коров, которые придут в мидл против Бэтрайдера. Медуза на фрифарме неплохом. Бэтрайдер сейчас сильный. А, Бэтрайдер сильный, да. Медуза на неплохом фрифарме. И вот эта гангущая двойка в лице Сенкинга и Мираны, она здесь будет прям страх наводить на всю карту. Очень жадный пик у Чилокс. Очень жадный. Ну что, кто-нибудь верит в Чилокс? Нет. На этой карте нет. Нет веры в Чилокс. Нет веры в Чилокс. Я уже все сказал. Я буду верить в Гамбит. Но надеяться на интригу. Что скажут наши друзья из Винлайн? 1.21 на Гамбит и Спорс и 3.50 на Чилокс. Ну да, явные фавориты у нас красные звезды. Ну а мы отправимся к комментаторам Джему и Ласту. Да, всем привет. Наконец-то и я дорвался до комментаторского слота. Наконец-то у нас стартует эта серия. И, собственно, я не удивлен видеть такие коэффициенты, потому что сегодня наблюдал за Чилоксами против Айви, как они играли. Как ни странно, Айви их обыграли со счетом 2-1. Если что, я не знаю, то ли Айви начали жестко как-то играть, то ли Чилоксы подздали. На Сону ВП жестко играли, видишь? Ну, я к тому, что у нас Айви были на позапрошлом, по-моему, сезоне, которые отыграли 0-7 и вообще ничего не выиграли. По итогу здесь нет. А, ты об этом-то? Да-да-да, я к тому, что сейчас они начали играть. А Гамбит показали в группах себя как невероятно жесткая команда. И то, что веры в них побольше здесь, я не удивлен. По драфту? По драфту тоже, на самом деле, не так все плохо. То есть дровка это кэри, но крайне слабый кэри, если до тебя добирается, добираться тут есть кому. Опять же, подсейва от того же лосо как такового нет. Вот, чем спасать непонятно. Ну, посмотрим, как будет на практике. Опять же, медуза, если на линии нормально постоит, ее потом отпускаешь минуточек на 15 в лес, а потом думаешь такое, а что с ней уже делать? У нее там столько артефактов, что мама не горюй, она убивает, всю команду выходит. Ну, не всю там, но уже начинает драться. Тут есть еще один такой супер-брутальный фактор, это то, что у Гамбит два контроля в БКБ, еще Стоунгейс, то есть можно повезти в лосо, нажать Стоунгейс, он там еще и заморозится. А у Чилокс нет вообще никакого контроля в БКБ, и тут без вариантов. Если игра затягивается, мы все знаем, что будет. Если игра затягивается, да, но у них, с другой стороны, драфт как-то попроще выглядит. У них пуш очень даже хороший, да, есть Пугна с бластами, есть дровка, которая настреливает Драгон Найт в форме, тени-то уже по вышкам наваливает прилично, то есть уже как минимум четыре героя, которые очень быстро забирают строение. Не дай бог там где-нибудь в Мидгейме ближе к Лайту проиграть одну драку в салат гамбит. Вышки просто моментально развалятся, поэтому здесь нужно быть аккуратнее в этом плане. Так, ну что, три баунтируны забирают себе гамбит, и возможно сейчас даже ФБ будет. Да, Мэббинэк Стран здесь загулял. Фраг, не смей. Давай тыку. Ой, хорошо, вот это начало. Три баунтируны плюс ФБ для Кэрри. Просто лучше не придумаешь. В идеале бы, наверное, Мидеру забрать, то есть, что, значит, быстрый ботал там какой-нибудь появился или еще что-то. Но в целом, нечему жаловаться. То есть, отлично сыграно. Опять же, здесь у нас Пантомем на своем любимом Клокверке. Собственно, уже неоднократно мы его наблюдали. Сигнатурочка его отлично отыгрывает. Будет атактить линию для Медузы. Вот, против Медузы здесь выступает Драгонайт вместе с Пугной. Снизу Тайтхантер. Тайтхантер, кстати, пятерка, да, я так понимаю, у нас в итоге подкопчик залетает в Плебо здесь. С ним какой-то день странных пятерок. Сегодня вот у нас был Пангольер пятерка. Он такой пришел на легкую линию с Морфлингом. И ему, возможно, было и норм. Он там экспу получал. Но вот Морфлинг он просто регулярно привел подвышку, регулярно вил флазки. И в конце концов, там Морфлинга Нетверс был. Ну, он там вообще был никакущим. Здесь то же самое, то есть Тайтхантер, который, по сути, никак вообще не может очковаться с Мирана, она будет разогнать и Войтер Рейнджер. Ну, и при этом спасительные функции у него тоже такие. Ну, слушай, подгаш пока неплохо работает, но потом с левелом сложнее уже будет, конечно. Здесь песочек появится у Сенкинга, учитывая, что на первом левеле прокачал там подкоп, и спокойно Сенкинг будет стоять и фармить. Мирана там, опять же, за счет того, что Сенкинга тут сложновато будет прям жестко цеплять, руки развязаны бегать, там что-то подфармливать в лесах, гангать линии, и вот так вот крипочков ранжевых подъедать. То есть, в целом, здесь линия приятная такая амбита. Ну, да, вот есть момент, что если они просто будут вот так вот размениваться... Ну, правда, сейчас, возможно, нет. Если они так просто будут размениваться по тэшкам, и дровка будет регулярно помогать Сенкингу пинать либо Сенкинга, либо Мирана, то тут, конечно же, подгашем дровка накидывает очень много дэмэджа, поэтому Сенкингу, да, ему надоело вот так вот стоять и впитывать урон, он просто будет выводить. Вводить у него не получается, хотя, с другой стороны, есть песочек, да, но нет пассивочки, и поэтому вот этот Хантер у нас забрал одного укрепчика, забрал второго, 2-1, 2-1 в пульте, да. Да, в меди Тинни, Тинни, понятное дело, поначалу будет, наверное, на фрифарме, потом, возможно, Меложил уже сможет как-то напрягать, но, собственно, тачковаться с Тинни здесь сложновато за счет того, что есть Полена сразу в игре, Джинастики взял. Видим, что у него здесь не должно быть проблем с крипами вообще. Ну, Бетик, Бетик уступит немножко ему, опять же. Сверху драк, тем временем Коги залетает от Клокверка, неплохо настреливает по Пугне здесь, но Пугне выживает, поэтому. ДК, то, что на линии будет тоже топовый Крипстат, иметь нечему удивляться, опять же, это консервная банка, которую пробить сложно, то есть, ну, такие герои, как Медуза и Клокверк, наверное, не особо сильно напрягают. Там реально нужно очень долго бить этого героя вдвоем, в рамках линиями. Плюс еще и Пугна на линии у тебя стоит, который там страхует, если что. То есть, пока старт по линиям, вроде даже получше смотрится у ребят с командой Chilox, потому что и в миде разница серьезная, а Тинни 14 на 5, Бетрайлер пока что 8 на 1 всего лишь идет. Снизу худо-бедно Дрохо фармит, ну, как худо-бедно? Второе место по Ласхиту тоже неплохо себя чувствует. Единственный момент, вот я вижу то, что Дайтхантера потихонечку заканчивается мана, а Устен Кинга мана еще все еще очень-очень много. И, возможно, когда-нибудь они начнут осуществлять ту самую комбинуцию, это подкоп, стрелаться на шторм, и там, на самом деле, очень много демиджа вписывается, либо в дровку, либо в кого-то еще, поэтому рано или поздно надо атаковать. По крайней мере, начать этим заниматься. Пока линию запротектил, в любом случае, Дайтхантер неплохо для дровки, дровка себя отлично чувствует на линии. В миде по-прежнему проблема у Бетрайдера. То есть у него явно не до фарм, где крипочков брать пока не ясно. Все-таки классно Дайтхантер словил стрелу, Санкинг находит куличку, и подкоп, подкоп удар, нет, нет, решил этого не делать. Есть еще один скиллпоинт, пока непонятно, что он будет качать, качает он пассивочку, он слишком гурон получается. Да, его сейчас могут и подцепить такими темпами. Сейчас еще один, а, маны нет. Маны нет, к сожалению, в итоге прячется в песочке. Авторлайв здесь есть просветка, мана появилась, энкросмэш, подкоп, ничего себе. Авторлайв чуть не отъехал, авторлайв точнее, не отъехал чуть на ровном месте, но в итоге выжил. Руна водички забирайте, не себе, возвращается обратно. Бутылки пока что нет, опять же, без бога пока играет. Но разница уже существенная, если посмотреть даже по лавелам, да. Да, понятно, что у Тинита хорошая в миде будет игра, но что-то у Беттика она совсем такая грустненькая. Ой-ой-ой, Бэтрайдера сейчас могут забрать, Бэтрайдер выживает. Сюда еще прибегал Пугна просто, но в итоге забрать его не удалось. Оставили Драгонайт одного на линии, опять же, не боятся за него совсем. Чиллокс сейчас спокойно фармит стоит. Ну, слушай, пока Чиллокс неплохо стартанули. Но, опять же, сколько я игр за последнее время не смотрел на ДУТ-2СЛ, стартануть линии, это еще ничего не значит, опять же, вообще против Медузы, опять же, тем более, играешь, не забываешь, что Медуза фармит гораздо быстрее, чем Дроу Рейнджер, та же. И вот уже ПТ-шка есть, и Медуза рано или поздно пойдет леса стоять, выкачивают. А сейчас очень многие, вот я помню, Нотелл недавно, вот высказывал свою точку зрения, что, ну, вообще как-то вот, фаза линии, она бесценилась, потому что любой саппер, даже если он убегает с линии, там, 0-3-0-4, он все равно берет, там, свой 6-й левел к 10-й минуте. И вообще неважно, как ты играешь, просто потому, что игра, она тебе в любом случае даст все, там, уже к 10-й минуте. Я думаю, только разве что центральная линия, вот сейчас вот роляешь, что ты можешь переиграть именно от 1-на-1, а вот именно с этой линией вообще бесценилась. Ну да, и это, ну, по итогу оно вот все приводит к тому, что люди просто берут уже героев, которые вот там 6-го левела что-то начинают делать. Что там происходит дождь 100-го левела, по его мнению, оно как-то вот проходит мимо, поэтому было бы здорово, чтобы где-то тоже был такой идеальный баланс, чтобы все-таки фаза линии, ну, как-то вот, как-то влияла на общую ситуацию. Ну, пока все по плану команды Гамбит, не то, что, несмотря на то, что у них там на центральной линии не самым лучшим образом дела обстоят. Но хотя, если посмотреть на Нетворс, то не так уж далеко быть. Райдер отстал, там 400 голды разница. Ну да, ну, все равно. Это не прям колоссальный разрыв. Так, Пантомем. Пантомем тут готов повоевать. Если что, там стаки, я так понимаю, на будущее уже делаются, да? Бетик, кстати, Бетик очень хороший герой, чтобы это забрать. Клокеркам очень удобно подсвечивать, а Бетику очень легко приходить. Там три стака. Пугун уже застакал. И вот Пугневич, он сейчас, кстати, правильно делает, что охраняет эти стаки, то есть по-хорошему нужно контролировать этот момент. Клокерк, мы видим, что поставил вар, чтобы все это дело видеть. И нужно Бетику прийти, как только он зарядит ману. Единственная проблема у Бетика, у него сейчас маны нет. Нужно ману восполнить и идти забирать стаки. Так, ну а тут у нас Сэн Кинг играет максимально. Такой сейвовый расклад. Потому что Мирана, она убежала по лесам. Она, наверное, там, смирает, там бегает по лесам. Сносит варды. Да, сносит в центре, кстати, вард. Минуту варду сделал только что Мирана. Вот я смотрю, забавная ситуация получается. Что снизу Сэн Кинг страдает по фарму, что в миде страдает Бетрайлер. Но насколько же жестко компенсируется это все Медузой просто огромный. С линии 3.300 она уже имеет относительно той же дровки 2.700. Огромная разница. Ну, из плюсов я бы сказал, что Сэн Кинг, он вот очень хорошо добирает. Очень прикольный такой нынешний Метеохленер. Мне он сейчас очень нравится. Как бы ни пошла линия, как бы там его не ушли, он свое доберет где угодно и как угодно. Его очень тяжело забрать. У него там Сэн Шторм нужно носить с собой всякие дасты сэнтри. Параллельно он подкопан всегда может уйти куда-нибудь там на хайграунд. Ну, в общем, Сэн Кинг это прям играть на одно удовольствие. И он, кстати, смотри, он делает то же самое. Да, он просто забирает пачку крипов, входит в леса, фармит леса, и у него только потихонечку он догоняет. Оп-та, вот и мелажу, который все это дело забирает. Посмотри, как классно Клокер Коги поставил. Еще и Вардик, Вардик еще забрали свежепоставленный. Господи, как все вкусно. Все, в декабре. Да, Бетик сразу же обгоняет Тинни. Собственно, вся разница, что была на линии наработана, все улетело, и теперь они сравнялись. Ну, Тинни, понятное дело, продолжат фармить центральный коридор. Там потешечку, наверное, что-то у него будет в физишке. Не знаю. Вот, в общем, а здесь пугну поймали. Запирает в Коги. И Мэйби Некстайм сейчас рискует в таверну отправиться. Так и происходит. Довольно легкий фраг по итогу. ПТшечка, да, будет для Тинни. Там, по-моему, Снег Кинг пошел большой камп фармить. Там, насколько я помню... Слышу эпицентр. Слышу, где-то эпицентр. Да, 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 он большой камп пошел фармить, Тинни все понял. Тинни поздно. А он все забирает. Тут уже все растерзали. Все золотые запасы разворованные. Команды Гамбит просто. Команды Чилокс подставляются там фантомем. Но даже если его заберут, не страшно. Он еще и в какое-то время поживет, потянет время. Нормально. 2К перевез уже за командой Гамбит. Хороший улов. Тут зашли 2К. Вкусно, вкусно все дело зафармить. Посмотрите на эту медузу. Это ужас какой-то. 4400 уже. Она продолжает отрываться. Ну, правда. А вот еще стайки для бетика. Да, для бетика. Но справедливости ради стоит отметить, что там дровка тоже начинает уже потихонечку вофармировать. Врывается в гонку Нетворса, так сказать. Что по Блинк Даггеру для Сын Кинга интересно? Через сколько он появится? Дождь, это стайки для Сын Кинга. Мне нравится, как он бежит. Ему уже летит. Так, пугно. Его на тени. Но Батратор, собственно, умер, да. Не понятно, у него там стайки. Мужик, где там стайки? Ну, иди забери их. Возьми там, купи себе травла и летай. Сын Кинг у нас продолжает активно фармить вражеский лес, при этом еще в наглую забирает крепчиков с линии. Мирана, кстати, тоже получает довольно-таки много фарма. Она просто остается вообще на сложные линии. Забрать ее тоже сложновато до тех пор, пока у тебя не появится Блинк. И мы ждем, 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 ждем. Что мы ждем? Мы ждем. Ну, это будет Сын Кинга с Блинк Даггером. Ну, у него 1400, там, не так уж и много ему осталось пофармить. Да, он там принес себе Solar Ring на линию, поэтому скоро появится. Тайт Хантера в это время тут продолжает патрулировать леса. Говорит, парни, что-то здесь нечувствует. Ничего нет. Кто-то фармит, чувствую, чувствую, что где-то здесь Медуза была. Но крипов под бодиблочит, видимо, чтобы не появились на кемпе и все. Собственно, у нас с тем временем коэффициенты от наших друзей из Винлайн. 3,5 на Чилокс 1,21 на команду Гамбит, это на первую карту. Под вышечкой забирает Mobile Next Time тем временем. Также, кстати, не забывайте кликать по баннеру под нашей трансляцией и получать приветственный бонус на свой первый депозит от наших друзей из Винлайн. Там, 2000 рублей даю, так что пользуйтесь. Ну, очередной фраг на саппорте, опять же, особо ни на что не влияет. Медуза продолжает отрываться. Уже 5500. И я думаю, что темпы роста у Медузы по экономике просто шикарные. Драка будет сверху, возможно. Прилетает сюда Меложол. Пантомем готов рываться. Сейчас у него шестой имеется. Пошел хукшот. Драгон Найта поймали. Ну, я не знаю, Драгон Найта смогут ли... Ой, какая хорошая комбинация. Перекидывают Драгон Найта. Далековато. 400 Конопалма на нем. Стики прожимает. Пытается жить. Но Меложол. Реводж останавливает его от Тайтхантера. Приходит дровка сюда. И Меложол погибает. Ну, конечно, вы тут устроили, ребят. Есть комбит. Попробовать ДК забрать вдвоем. Это, мне кажется, было плохим решением. Там еще бейтик в начале был без Сарафлая. Ну, в итоге они что, выбили реводж? Да, они, конечно, живучку потеряют. Но при этом они в своем на других линиях тоже забирают. Вообще еще забавно получилось, что начало драки было... Я обратил внимание, Тайтхантера был четвертого левела. Если я все правильно заметил. Книжка? Да, книжка, собственно, похоже, прилетела. Плюс парочку крепочков, и ты уже шестой. Собственно, реводж как никогда вовремя появился. Ну, да ладно. Снизу пугна. Пока что на обороне сверху вышка падает. По вышкам пока равная ситуация для обеих команд. Разменялись сайт линиями. Ну, в смысле, это один товарами. И смог от команды Гамбит, что блинг даггер появился у Сенкинга. Я не обратил просто внимание, пока драка была. Да, все, идем готов. Ну, Тайтхантера можно попробовать убравить. Там дровка, дровка сверху. Там они же видели, что дровка вышку забирала. Они очень хорошо идут под Монглашеду. Выходит, плебо нашли. Да, подкопали. Стрела залетает. Много урона. Вряд ли дровка здесь что-то спасет. И Тайтхантера. Чем сбить? А есть чем сбить. Пантомем шикарно врывается. И можно Тайтхантера следом отправлять в таверну своему кэрри. Подкоп. И это еще один фраг. Шикарный выход с макаром. Ну, они молодцы. Они видят, что дровка забирает вышку. Там по-любому кто-то туда приходил с ТП. Медуза уже гоняет. Медуза уже захватывает вражескую территорию. В наглую пылесосит вражеские леса. Тем самым забирая большую часть фарма противника. При этом гамбиты четко так вот заходят на вражеский треугольчик. Проверяют на всякие случаи. Вдруг там еще у стаки есть. Вдруг еще что-нибудь можно будет забрать. И по итогу у медузы оверфарм. У Сэнкинга больше, чем у дровки. Все слишком хорошо для гамбита. Осталось только купить еще Блингдаггер на Бэтрайдере. И все. И вкатывается. Там попытка пока такая неуверенная в меди попушить вышечку от Драгоннайта. Явно он один не справится. Тинья врывается. Выкидывает Мирану. Но Мирану может быть еще успеет. Ути под коп. Залетает Сэнкинга. Хорошие коги по двоим от команды гамбиты. И вот еще два фрага залетают в копилочку. И вышка скорее всего упадет. Хукшот не дотягивается от Фантомема. Далековато, что он мелажул. Пол, опять же, потратил лассу, но сейчас умрет за это. Я не знаю, что с мелажулом в этой игре. Он что-то как-то это. Немножко загуливает и неоднократно уже. Можно этого было явно и не делать. Здесь, ну ладно. Против дровки без БКБ или Блингдаггера играет почти онаел. Что бы он там не пытался сделать, просто стало закидываться. Ну, несмотря на этот фраг, в любом случае, размена очень хорошая происходит в пользу команды гамбиты. Апиджу 8 тысяч, Медуза. И вот такое ощущение, что не остановитесь в плане фарма вообще. Теперь, теперь она заходит на свою троечку. Рошана забирает гамбитам рано. У них там довольно-таки мало уронов сингл-таргет. Поэтому просто гамбиты сидят и устраивают максимальную челеварню в своем лесу. А герои у них очень крутые для фарма. Потому что, с одной стороны, у нас имеется Тинни, который купил Блинг. Ну, Блинг это айтем не для разгона, а больше там побегать, повоевать. Ну, про Драгонайт я тоже молчу. Там только дровка плюс-минус на что-то вменяеме фармит. И даже если гамбиты никуда не идут, они в любом случае фармивают больше. Тайтхантер немножко замерз. Он тут шапками закупиться решил. Вроде как весна уже наступила, но... Молодые, что-то разведают, разведают. Так, нашли Тайтхантер. Или Тайтхантер нашел Сен Кинга, непонятно кто кого. Но тут у нас три героя сверху от команды Гамбит. Сен Кинг, возможно, другую цель ищет. Тайтхантер не хочет убить. Он дровку ждал. Тайтхантер засветил. Други дровка ушла, но Тайтхантер забрали. Это качественный фейс-чек был. Манта стал готов уже для Медузы. Дальше что? Скаде? Как вариант какой-нибудь дефолтный. Ехала. И погнали. Ну, собственно, треугольничек фармим, линию фармим. Все фармим. Медуза себя замечательно чувствует. Я уже устал, на самом деле, эту фразу повторять. Когда же Медуза себя плохо начнет чувствовать в этой игре, пока непонятно. Медуза вообще в этом патче слишком хорошо себя чувствует. Ожидалось, что там что-то с ней сделают, а то она там в один момент уже надоела. Регулярно появлялась почти в каждой игре, где она хорошо заходила по плану. И по итогу она и дальше появляется в каждой игре. Мы просто смотрим на этот замечательный геймплей. Я помню даже где-то новость. Была недавно, что Мейсон пробовал через автоатаку выиграть карточку, выиграть замес за Медузу. Показывает, что настолько хороший, крут этот сильный герой. Ну, у него не получилось. Оказалось, что-то там делать надо. Но он попадался, хотя бы. Было бы странно, если получилось, если честно. Ладно, вторая попытка выйти на вышку увенчалась успехом. В итоге Медуза забирает тавр в миде. Нам в это время рядышком команды в смоках также находятся. Драться пока что Чилокс не хотят. Чилок какую-то шляпку собирает. Я, кстати, не обратил внимания. Тут просто на свет. Полная шляпа. Линка сразу же. Допустим, допустим, да. Ну, бетик не даст мне у вас, допустим. Но она просто бить будет слабенько. Там 15 ловкость дает линка. Кому она нафиг вообще нужна эта линка? Драгонайт снизу нашли. Стрела залетает. Эпицентр есть от Афтерлайфа. Хватит ли урона? Да, пробивая довольно уверенно Драгонайт. Это отличный фраг очередной. Да. И снизу ничего не удалось сделать. Но как-то грустненько все пока что для команды Чилок. Кстати, Хантер снова сверху. Но его здесь уже поджидает Бэтрайдер в очередной раз. Вместе с Мираной видит его. Полетел сюда уже Исен Кинг. И минус Тайт Хантер снова. Слушай, ничего себе линка дает не 15 ловкость, а 16. Вау. Все, это все кардинально меняет. Да, просто в следующий случай. Я просто думал, я просто... Может, там что-то изменили линкен сфере? Не знаю, нафиг тебе линкен сфера, мать. Ты не дамажишь. Ты просто... Мне, конечно, понятно, что, знаешь, там... Вот эти вот, знаешь, и скоры, которые... Так, ну, мне нужно, чтобы я жил в драке. Так, линка. БКБ, чтобы меня маги не забрали. Лотосорб. Какой-нибудь от тиммейтов можно... Эландийский сейчас собрать. Они собираются, а тут такой момент, что только она дамажит. И если она не будет дамажить математически, то от ее линкен толку будет мало. Ну, теоретически, возможно, Тинни мог бы дамажить, если у нее нетворс чуть получше был бы. Но он уже не дамагер. Кто-то как-то, да, пока не дотягивает. Медуза в наглую выходивают. Здорово, ребят! Что-то фармите. Минус Тинни, похоже. Стрела залетает. Да, там еще пугнут, возможно, нет. Бэтик, бэтик летит, летит молочь. Давай, давай, до конца, на скоростях. Бежим вперед, летим. Да, без шансов. Ну, что-то как-то слишком легко уже. Все для команды Гамбит, откровенно говоря. Ну, посмотрим в любом случае, что будет дальше. Придумают ли что-то Chilox, потому что если так все продолжится, то игра закончится очень быстро для них. Ну, тут самое время посмотреть, какой процент дает Dota+. Кстати, да, давайте глянем по графикам. Что она думает? Там интересно. Я обычно в такие моменты уже 99,9 на 0,1. Ну, не думаю, что там 99, но я думаю, процентов 97 есть. Не, очевидно, что мы-то думаем лучше, чем Dota+, но все же нам интересно. Ну, это да, снизу. А чем-то же надо пообщаться, правильно? Потому что тут уже просто... Ну, можно пообщаться, как умирает в очередной раз Dragon Knight, который все еще, блин, к себе не дофармил. А он к ДТП? У него ДТП-шечка откатил только что буквально, но он уж понимает, что не улететь ему. Борется, как чистый истинный спартанец. Видишь, в елках зажался. Знаешь, они убьют с руки? Ну, да-да-да, успехов вам. Но если бы они... Справедливости ради, вот у нас процент. А, слушай, 89 на Гамбит, 11 началось. Ну, говорят, это плюс немножко недостаточно. Если в той ситуации они продолжали на мужчину драться на кулачного, мы мог бы и победить, мне кажется, в этой ситуации против двоих. Но против магии, увы. Не попрешь. 9, уже 10 тысяч преимущества за Гамбит. Жесть. Это 18-ая минута, друзья. Да. А, рашани пока что Гамбит не думают. Они просто прессингуют всю карту. Ну, можно спокойно запушить вышку снизу, Т2. Забрать аванпост. Вот БКБ появилось у Бэтрайдера. Еще проще будет врываться. Теперь можно ссанять, если не бояться. Ну, собственно, тот самый похоронный коэффициент от наших друзей из Винлайн уже. 1-0-1 на Гамбит. 12-0 на команду Чилокс. 12-0. Вот там вот мой человек, походу, сериал. Мы мыслим одинаково. Да, вот уже ближе к правде. 12-0. 12-0. Я давненько такого не видел, чтобы на 18-ой минуте уже столько накидывали. Это очень много, на самом деле. Ну, я не знаю, но когда ты смотришь на эту Медузу, которая просто в наглую стоит уже на 19-ой танкует. Понимаешь, в самом время идти из Ветра Шана. Возможно, да. И который ты не можешь забрать чисто физически, потому что урона-то нет. Урона нет, да. Ой, да. Ладно, дровка продолжает фармить свою Алинку. Конечно, успехов ей и веселой игры. С приобретением этого артефакта она, безусловно, будет жить. Возможно, на долю секунды дольше. Потому что Алинку-то нас будет еще сбить. Но что дальше делать, непонятно пока. Там форстаф в идеале какой-то насобирается. Против Клокорка. Ну, нужно форстаф пика сразу же себя опыть, чтобы максимально разорвать дистанцию. Линка форстаф пика, все, и потом будем собираться в урон. Да. Потом пойдет игра. Ну, тут у нас, возможно, сейчас будет смок под Монлайд Шедл даже, выход. Сделают пару фрагов и соберут Рошана даже. Вот Линка, кстати, готова. Наконец-то. Так, кто это? Это Тайтхантер. Таверну, ехал уже. Полетел, в этих в обход пошел. И никого не нашел. Да, все убежали. Да, и как-то никто не собирался драться, такое ощущение. Сейчас завардит, наверное, треугольник. Гамбит зафармит там его и спокойно пойдут, заберут Рошана. Там еще, тем более, ДД появилось сверху, да, насколько я обратил внимание по чатику, то это вообще идеально. Идеальный тайминг, чтобы пойти забрать Рошана. Там вот ДД у бутылочки, у Меложу. Не стали отдавать медузы, окей. Сейчас будет замес. Звуки войны, Саня? Ну, давайте смотреть. В смоках. Чилоксы заходят смелый. Maybe next time. Понимаешь, что что-то как-то... Ай, команда где? Почему никто не ворвался? Тайтхантер ворваться тоже не может, блинка ничего нет, это же саппорт. А в это время врывается Драгонайт. Неплохо, пытается Пантомему забрать. Пантомему больновато, но подкоп шикарный залетает на развороте. Пантомему говорит, я с вами не договорил. Моментально минус 2 у команды Чилокс. Пытается убежать Тайтхантер. Реведж есть, но кастовать смысла нет. И Тайтхантера тоже без проблем забирают Гамбит здесь. И на этом драка подходит к концу, я так понимаю, да? Больше никого, наверное, уже не догонит. Но это плюс Рошан. Точно, для команды Гамбит должен быть Аегис. Но Чилокс не сдаются. Они готовы продолжать бороться. Они еще не пали духом окончательно. Бороться до конца, Саня. Ну, бороться, бороться. Ну, слушай, когда у тебя стоят, ладно, почти все это два вышки писать ГГ, ну, такое. Я не знаю, ну, главное, если они борются, главное, чтобы было по кайфу. Так, тропку нашли, плюс один нужен, ульта есть, но это не хватит. О, Мирана, Мирана, кошка идет. Прочитает, обгадает, обгадает, обгадает. Чуть-чуть не хватило. Главное, чтобы по кайфу было, не знаю, как там, на самом деле, по кайфу или нет. Есть у тебя шоу в топ, кстати. Спасибо, что посоветовал мне прочитать мангу. Какую? По одному спортивному произведению. По одному? Да. Про каратэ, что ли? Нет, про каратэ. Да ладно, там на Медузу нападает, она, кстати, с Эггисом. Мы видим, Медузу бьем с Эггисом, честно говоря. Ну, такое, бетраэдер здесь, Медуза еще на развороте настрелит. Такое ощущение, что ей плевать. А Эггису вы выбили, хорошо, а дальше что делать? А вот хукшот, привет, дровка, дровка, до свидания. Следующий в таверну должен отправляться, по идее, Тайтхантер. Погони там продолжаются за мэби Next Time. Но Тайтхантер все-таки ближе, его точно заберут. Ну, окей, а Эггис вы выбили. Ну, отдали кэри, отдали саппорта. Сейчас отдадите еще и вышку, скорее всего, в миде. Ну, это лучше, чем ничего, с другой стороны. Так что за манга, Димон? А, ну, волейбол. А, волейбол? Волейбол топовый. Концовка особенно, там, под конец нормальной. Там концовки еще нет, там, то есть, там... Ой, это все начинается, сами. Когда вырос, он уже... Там, видимо, как это, как в Баруто. Да, 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 бесконечно. Так, ну, тут избиение продолжается. Сверху забрали пугнув, в миде забирают нас тени, тени-то горит. В жирах остается только один. От вас тоже, как бы, особо, ну, анализировать нечего, да? Я как бы аналитич мне же надо, это нужно опишевать. Мне кажется, Баруто, оно переживет меня и тебя. Скорее всего, а после после... Ой, реварш, реварш залетает, ничего себе. Какие же? Пантомем погиб, да как же так, заревать, ужас какой. И тропка, беги-мать. Да. Беги, не разворачивайся. А зачем она развернулась? Я не знаю, мне кажется, что это смерть? Бороться. Там эпицентр уже раскастывается. Ну, сами, просто прилег. Отдохнуть, да. Так, ну, думаю, блин, может, если я отъеду, если я прилягу, может, они все там в сторону, а то что-то... Смири, сжалуются, не пойдут на ХГ, но слушай, пока Гамбит вроде не торопится. И тебе опять же они все потратили, а Эгиса у них нет. Но преимущество уже колоссальное. 20 тысяч на 23-й минуте. Медуза уже нагло идет фармить вражеский треугольник. Скоро появится Дейдалус. Кстати, в последнее время мета такая, что обычные собирают не Дейдалус, а Сильверейдж предпочитают брать. Именно на многих порах. Но тут уже без разницы, я думаю. То есть уже вообще не важно. Ноль! Ноль процентов! Ноль! Сто процентов победа за Гамбит по версии Дота Плюс. Я первый раз такое вижу, если честно. Обычно 1-2 процента где-то всегда... Нет, это просто 9.9? Ну, он округлил просто. Ну, возможно. Я к тому, что обычно там какой-то процентик-2 всегда есть на какой-то комбэк. Короче, видишь, Доти Плюс потребовалось всего лишь только там 15 минут, чтобы дойти до нашего уровня. Нужно ей, нужно время. Эволюционирует, эволюционирует. Нормально. Так, ну ладно. 21 тысяча. Рошан следующий появится не скоро. То есть нам нужно развлекаться какое-то время еще в эфире, потому что, скорее всего, развязка будет под второго Рошана. Я сейчас ничего не рассказываю, я прямо вижу момент, как там кто-то летит на Ван Пост. Да, снизу, снизу Тайт Хантера могут поймать. Близок за место. В лесу, в лесу. На Ван Посте Тайт Хантер, скорее всего, уже никуда не денется. Команда за него решила впрягаться. Ничего себе. Врываются. Тиньи. Растерзали просто Сен Кинга. Но приходит Медуза. Врывается Пантомем. Тиньи закидывает обратно. Тиньи не может убежать никуда. Пытается улететь. Отпустите. Но нет. Это еще один фраг. Следом в таверну должен отправляться. И Драгон Найт. Это минус 3. И надо было оно вам врываться на этого Сен Кинга. А? Надо было. Отдали бы Тайт Хантера и все. И отступили бы. Да, все по плану. Раньше закончим, раньше начнем. ГГ. Все. Боются наконец. Ну, слушай, предсказуемый результат уже после 15 минуты было понятно. Блин, я такую историю начал. Они молодцы. Они быстро закончили. А то я бы тут еще сейчас рассказывал много чего интересного. Короче. Если им в кайф, то сперты с песней. Надеюсь, что так оно и есть. К сожалению, нету на связи, да, после матча с игроками, чтобы спросить, было в кайф или не в кайф. Максимум, что мы можем там где-то в соцсетях, наверное, потом написать и тегнуть, спросить. Но в любом случае, как и предполагали наши аналитики, как и предполагали наши друзья из Винлайн, как и мы с тобой предполагали, что тут безоговорочная победа должна быть за ребятами из команды Гамбит. Так и получилось. Очень легкая карта. Не знаю, что даже выделить. Такое ощущение, что с первых минут все пошло под диктовку команды Гамбит. Единственное, что... Это не наша задача, Саня. Это не наша задача. Ладно, я разошелся. Давненько в студии меня не было. Ладно, передаю слово нашей замечательной аналитике. Они более подробно для вас разберут эту первую карту. Да, это наша задача. Но что здесь можно добавить? После такой аналитики никто не верил в Chilox ни до драфтов, ни после драфтов. И игра показала нам полнейший разгром этой команды по всем фронтам. Такое ощущение, что Гамбит даже немножко куражились где-то. Меложил там залетал на своем бэтрайдере, фидел. Но будь здоров. Точно, не болей, не болей, Грамелло. Там вообще сама идея макроигры в начале. Опять же, как ты будешь отжимать. Они прекрасно понимают, что очень быстро никто не заберет треугольник. Когда я вот от Пугна ходил, то делал стаки. Тини. Из-за того, что он играет с мидом, он играет через даггер. Опять же, чтобы быть плеймейкером. У него сабелька появится чуть позже. Соответственно, он эти стаки не может нормально выформить. Дровка тоже. Ей нужны какие-то определенные артефакты стартовые, чтобы пойти туда, опять же, на треугольнике нормально стоять. Юфлейн. Юфлейн у тебя тоже. Такой, который не может это все выфармливать. Выфармливать, может это все Пугна. Пугна властами. Но, опять же, Пугна в субборте и не может это забирать. Это все было прочекнуто Клокверком. Сначала, что сделали у нас гамбиты? Они не спешили туда заходить. Они ждали крутой пауэрап. И дождались его. Это были хосты. Он туда берет хосты, залетает, Клокверк блочит. Знают, как я там Чилкса, что идут забирать треугольник. Клокверк блочит проход. Забирается маленький. Если он будет средний кем сначала, они оттуда уходят. Но это еще полбеды. Туда автолайф с оффлейна прибегает на вражеский треугольник через лес ночью, через центральную линию. И он единственный герой, который может забрать эншентов через свой ультимейт. И через третий уровень или четвертый уровень песок. И он еще и это делает. На этом игра должна была быть закончена. Она и была закончена. Да, плюс ко всему... Просто вышки не могут так быстро упасть. Ну, опять же, Медуза, наберется артефакт, они будут падать. И я предполагал, что Чилксы будут играть через стратегию 4 плюс 1. Что у тебя там что-то из серии Медузы есть, активные персонажи. Но у них настолько пассивный драфт. Плюс это дровка, которая собирает линкинг-сферу. Ну, против кого ты? Ты собираешь... Ты траешь огромное количество денег только против одного бэтрайдера. Ну, по-хорошему, да? Там есть хукшот. Там есть стаунгейс. Это уже тебя останавливает, да? И пробивает его линкинг-сферу сполна. Там есть свинкинг с эпицентром, который в тебя ворвется. Сделает эпицентр стан песок. И ты умрешь просто. Тут пика БКБ. Тут других вариантов, чтобы собирать блокинбар точно. Плюс какой-то артефакт на еще под сейф серии пики. И какой-то дэмэдж. Не знаю, может быть, даже Сильвер в него выходить. Других аутов нет. Ты собираешь еще эту линкинг-сферу плюс ко всему. Плюс Тинни. Я активных действий от этого героя вообще не видел. У них такой неплохой старт был. Но он Даггер очень долго добивал. И о них не было ни одного продуктивного смока. Чтобы они пошли, загангли какую-то медузу на треугольнике нашли. Или, может быть, какого-то корпор персонажа. Они убивали только суппортов. И то, они убивали суппортов на размене, когда гамбиты шли сами. В них, в смоках. В общем, по всем фронтам. Я смотрю эту игру. Да, там где-то меложил, загуливал. Но это все минорно было. Это было настолько минорно, что вообще поливать. Ту медузу, ее бы еще пять таких героев было бы. Через пять минут игры, пять-десять минут игры бы не пробили. А помнишь, когда можно было блочить спауны ракеткой Клоквер? Да, помню. Это был верх за ростом. Да, это типа можно было на тот момент всегда. Но никто не думал, что люди в состоянии этим заниматься до тех пор, пока Клокверки не начали блочить спауны ракеткой. Для тех, кто не застал, там нужно было кинуть ракету так, чтобы она пролетала над спаунбоксом. То есть не попала туда и светила, а именно пролетала в момент появления крипов. Да, вот они, крипы появляются, и сверху она пролетает и светит. То есть между 59 и 00. Ну, она прям в 00 она должна висеть над спаунбоксом. И на тренировках, на тренировках, даже не скримах, обычных тренировках, когда заходил и тестил это по 20-30 раз, чтобы это было четко. Ты встал в определенный угол. Всегда разные позиции. Нет, с оффлейна ты вставал в один угол, примерно рассчитывал в безопасный угол своего Таура, соответственно. И в какой-то момент ты кидал в определенную точку, и в 9 случаях из 10, скорее всего, ты блочил. Ну, это вообще прям жесть. Можно было 100 из 100, если ты невероятно урожен. На самом деле, Гром, это не жесть, это абсолютно то же самое, чтобы на какой-то определенной секунде в контрстрайке кинуть смог. И он полетит через крышу, и в какой-то пиксель. Абсолютно то же самое, абсолютно то же самое. Ну, да, это элемент задроза. Какую-то просто гранату кинуть в определенную точку в определенное время. Все, ты должен отпустить там мышку. Да, это эволюция так называемого скилла в доте, когда изначально какие-то вещи, они даже не рассматривались как имба. Ну, например, адаптив страйк морфа. Все, типа, думали, ну, скилл и скилл. Но он кастовался мгновенно. Для того, чтобы он не обузил Этериал, сделали так, что Этериал кастуется достаточно долго, потому что Этериал тоже практически мгновенно кастовался. Но умельцы придумали в тот момент... Ладно, окей, раз вы не даете нам кастовать Этериал и агильный адаптив быстро, мы возьмем морфа в хард, купим ему блинк, перекачаем эту жирную тушу в 3 кхп, и морф с блинка выдавал стан на 3,5 секунды, по-моему. Как декамакшины. Да, да, мгновенно выдавал стан, при этом это была туша, которую не пробить, потому что он просто перекачивал 3 единицы. Но это фактически был герой с прибавкой к силе 5. Такого нет даже сейчас. Ну, в принципе, вот у тебя альтернатива этому в современной мете, это то же самое Драгонайт. Да, ну, хотя бы у ДК, понимаешь, ему сделали, что стан не моментальный, а если он моментальный, то только в милишной форме, и то есть какая-то там анимация. А у морфа был на огромном радиусе моментальный стан, и это было супер жестко. Ну, пофиксили довольно быстро, кстати говоря. Да, имбы было много, меньше-меньше, да и сейчас тоже имбы достаточно, я думаю, мы к чему-то еще не пришли, до чего-то не догадались. Но я знаю, к чему мы пришли. Мы пришли к рекламной паузе. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!